Для того, чтобы представлять Россию на столь значимом турнире, наши ребята успешно провели на чемпионате страны по несколько боев, долго тренировались и шли к своей цели. Последняя, одна из самых важных ступеней в подготовке к этому европейскому старту – учебно-тренировочные сборы в Москве, которые прошли на базе парк-отеля Ершова. Первая задача на сборах – это задача старшего тренера сдружить команду, сделать единым кулаком, потому что ребята с разных регионов, тем более на России, между собой такие принципиальные бои 2-1, в один балл кто-то выиграл, все равно это остается. А затем задача тоже на сборах – это объяснить ребятам нашим, тем, кто может быть первый раз едет, это тактика и техническая подготовка, работа с иностранцами, потому что все ребята, которые из других стран, они работают совершенно по-разному, в разных стилях. Сам Виктор Васильевич перед своими ребятами ставил достаточно сложную задачу – не проиграть ни одному иностранцу. Ее ленинские спортсмены выполнили не на 100, а на 200 процентов, и каждая победа была явной и безоговорочной. Два новичка столь крупных соревнований – Кирилл Фадеев и Кирилл Викат – уверенно прошли отборочные и полуфинальные встречи, уступив лишь в финалах российским спортсменам. В итоге у наших – два серебра первенства Европы. Последний бой был с россиянином, но я думаю, что чуть-чуть не дожал последние секунды, то есть не вырвал бой. Это, конечно, мои ошибки, где-то опускал руки, ну, ошибки довольно-то глупые были, и они, конечно, поправимы, я стараюсь их исправить. Я не внуваю, как бы собираюсь дальше ехать на первенство мира, первенство Европы и брать уже золотую медаль. Первую золотую медаль в копилку ленинских кикбоксеров принес Кирилл Григорьев, отправив три раза в нокдаун в полуфинале бойца из Украины, а в финале одержал уверенную победу над товарищем по команде. Свой финальный бой еще один наш кикбоксер Ибрагим Османов также провел с российским спортсменом. За бойцом из Челябинска он уже встречался на первенстве России, что тогда, что сейчас преимущество в ринге оставалось за Ибрагимом. Это золото, конечно, не далось. Очень тяжело по ходу года. Я очень много трудился, не пропускал тренировки, старался на учебно-тренировочных сборах. Ну, я считаю, что прям на 100% никогда нельзя показывать то, что ты можешь. То есть, с каждым годом ты все улучшаешься и улучшаешься. Но я сделал то, что от меня требовалось. Самым сложным в эмоциональном плане стал финал Егора Копнина с хозяином соревнований – венгерским спортсменом. Этот бой завершал первенство, и одержать в нем победу было принципиально для ленинского бойца. У меня еще была маленькая отбитая нога. Ну, как бы, это уже не суть его. Важно, ты выходишь побеждать, ты должен себя отдать полностью. Как бы, никакие травмы, никакая боль. Нужно просто выйти и выиграть. И даже родные стены аудиоарены не помогли венгерскому бойцу устоять перед напором российского спортсмена. Золотая медаль Егора стала третьей в нашей копилке. Сейчас, после небольшого отдыха, ребята уже приступили к тренировкам. Ведь впереди вновь первенство округа России и мира, где ленинские кикбоксеры вновь обязательно займут верхние ступени пьедестала.